Ввиду просто некоторый итог по прошлому разуму и скажу некоторую вещь, но я опять не знаю, насколько кому это интересно, но что там вот когда обсуждалось, что Рэбби в юности считал, что золото это деньги, а к старости стал считать, что золото это не деньги, а деньги это только серебро, при золоте относительно серебра. То я хочу заметить одну вещь. Вообще-то, вот по поводу экономических вещей, которые за этим стоят, в данном случае это иллюстрация некоторого закона экономики, который был хорошо исследован в XIX на самом деле веке, называется он закон Грэшева, хотя Грэшев же в XVI веке. Но тем не менее, ну, кстати, он скорее Коперника. Значит, краткое содержание выглядит так. Плохие деньги вытесняют хорошие деньги. Что произошло? Произошло вот что. Римская власть продолжала почему-то всегда, почему не буду сейчас объяснять, там есть исторические причины, всегда выпускать хорошие золотые монеты. А так как императорам приходилось платить войскам, а войскам оно платило серебро, а серебра становилось в свое время меньше по причинам опять историческим, объективным, то императоры стали в серебро добавлять много меди. А курс золота к серебру объявлен, а именно курс 12,5, то есть за золотой динарий нужно заплатить, ну, он двойной стоимостью, нужно было заплатить, грубо говоря, 25, не грубо, а четко, 25 серебряных. Но при этом число серебра в серебряной монете все время падало. По этому поводу люди стали золотые монеты прекратили пускать в оборот. И считали их товаром, потому что понятно, что золото ведь оно нужно не только для монет. Золото еще это вещи всевозможные, их используют, например, в стекольной промышленности золотом пользуются. И стоимость слитка серебра, того же веса, слитка, а не монеты, она стоит, ну, где-то на треть дороже к моменту Рейбе. То есть по этому поводу любой с удовольствием за 25 серебряных динариев купит золотую монету, но никто за 25 динариев монету не продаст, потому что ее реальная стоимость золота в ней 32 уже к этому моменту. 32, 33, может быть, 35 даже уже. По этому поводу все эти золотые монеты люди просто в оборот не пускают. По этому поводу произошла вот эта классическая иллюстрация закона Грэшема о том, что плохие деньги вытесняют хорошие. А именно, золото просто исчезло из монетной системы, его люди припрятали в карманы, а серебро стало только, оно и стало деньгами. По этому поводу Рейбе, когда объявляют, что золото, при обмене золота на серебро, золото является товаром, он просто отражает реальность. Вот это некоторое иллюстрация по поводу того, как закон реагирует на реальность. Реальность произошла простая вещь. Золото превратилось из денег в товар. Рейбе к старости это замечает и говорит, все, золото – это не монета относительно серебра, а товар. Это, да, перед нами классическая иллюстрация. Существовал ли закон Грэшема до того, как Грэшем его сформулировал? Он, кстати, Грэшем, он занимался в Англии, лорд Грэшем, занимался товарно-денежной системой и обратил внимание на то, что современные золотые монеты, фунты, золотые фунты просто исчезли из обращения. Ровно по той же причине. Есть официально объявленный курс. Этот курс не соответствует действительности. С этого момента люди начинают припрятывать хорошие деньги. И они исчезают с рынка. Вот это то, с чем мы имели дело. То есть перед нами иллюстрация некоторого экономического закона, только иллюстрация, извините, 217 года новой эры. То есть пока еще этот закон не был сформулирован, по-моему, в 1860 году. Ну, он называется закон Грэшева, который жил намного раньше, но он сформулирован где-то в 19 веке. Там длинная история. Но вот перед нами иллюстрация. Вот это подводя итог тому, что было. Вот эта гибкость. Некоторые еще времен Мишны, обратите внимание. Вот что касается сегодняшнего дня, другая тема. И тоже я хочу просто показать, продемонстрировать, что такое гемара и что такое Мишна. Вот в каких они отношениях находятся. И как было обещано, тоже на денежных вопросах. То есть не только теперь это не монеты, а вещи. Значит, сейчас я вытащу файл и поделюсь с вами. О, где он? Вот этот, да? Нет, не этот. Вот этот. Значит, начало того же трактата Баба Мэция. Я сказал, что этот трактат в основном посвящен частным денежным операциям. И посвящен частному праву, связанному с куплей, продажей, владением имуществом и подобных вещах. Значит, рассказ выглядит следующим образом. Мишна формулирует так. Двое держатся за плащ. Плащ, ну, по нашим временам, давайте шаль, наверное, лучшее слово, потому что это античный плащ, прямоугольный кусок ткани, плотный. То же, что и талит современный, вот тот, кто видел этот талис, это вот остатки римского плаща. Ну, римского, он такой же, с таким же успехом греческий, с таким же успехом наш. Он по всему Средиземноморью пользовались. Пончин, но без дырки. Для головы, и, да, а ночью, кстати, мы его использовали еще как одеяло. Такое одеяло, которое носили на себе, и можно было в любой момент упутаться. Значит, двое держатся за плащ и являются с ним в суд. Этот говорит, я его нашел. Второй говорит, это я его нашел. Этот говорит, он весь мой. Это перед судом в суде. Второй говорит, он весь мой. Значит, какое решение суда должно быть? Этот, значит, имеется в виду следующее, сразу добавлено. Что у суда нет, ни один не может предъявить доказательств, что он его. Все на честное. Слово против слова. Вот у нас процесс судебный. Слово против слова. Этот пусть поклянется, что ему принадлежит не меньше половины. И этот поклянется, что ему принадлежит не меньше половины. И поделит. Правило поделит в мишне, когда речь идет о частном имуществе, всегда подразумевает, что если вещь нельзя поделить, оставив ее целой, то вещь продают и делят деньги. То есть не надо понимать буквально, что одеяло режем пополам. Одеяло резать пополам – это неудобно. Да и цена двумя меньше, чем одного целого. Вот если бы это были деньги, то их было бы удобно поделить. Значит, второй пример в той же мишне. Этот говорит, он весь мой. Второй говорит, половина моя. Тот, кто говорит, что он весь мой, поклянется, что ему принадлежит не меньше трех частей. Тот, кто говорит, половина моя, поклянется, что ему принадлежит не меньше четверти. Этот возьмет три части, а этот возьмет четверть. Вот здесь начинается любопытная ситуация, которая объясняет логику. Логика пока, я не об этом буду говорить, но просто объясняю логику Мишны. Логика Мишны. Двое говорит, один говорит, он весь мой, второй говорит, он весь мой. Обратите внимание, они должны поклясться, что каждому принадлежит не меньше половины плаща. Замечен. Нам неинтересно клятву, поклянись ты, что весь плащ твой, и ты, что весь плащ твой. Мы говорим половина. По этому поводу, пока мы логику не понимаем, мы из второго примера понимаем логику. Один говорит, весь мой, второй говорит, половина моя. Обратите внимание, что клянутся один про три четверти, а второй про четверть. Идея выглядит следующим образом. Пока это не гемарра, идея выглядит действительно простым довольно образом, а именно так. Значит, вот когда один говорит, он весь мой, а второй говорит, половина моя, то как бы суд, не вступая в пререкание, считает, что половину он уже отдал первому, а половину он уже отдал второму. Вот про половину споры не идет. Тот, кто говорит, половина моя, уже отказался от половины плаща, ему она не нужна. Тот, кто говорит, весь мой, он наполовину точно. Тот, кто претенduет на весь, претендует наполовину. Тот, кто претендует наполовину, половину уже отдал. По этому поводу спорная часть, вот эта логика Мишны, спорная часть – это половина плаща, а не целый плащ. По этому поводу, то клятву, которую мы просим, мы просим на самом деле клятву у той половины плаща, которая предмет спор. То есть один клянется о половине спорной части, то есть четверти, а один клянется об оставшейся четверти фактически, то есть три четверти плаща. То есть вот такая вот, да, клятва установлена вот для чего, потому что, ну, я чуть-чуть ниже объясню, почему клятву нужно, чуть-чуть ниже нам понадобится, пока это мы не обсуждали. Итак, вот эта логика, она много где работает, что там, где есть бесспорная часть, мы как бы сразу разделяем на спорную и бесспорную часть, и бесспорные части раздаем. А дальше ведем процесс о спорной части только. Вот это то, что здесь сделано. Для того, чтобы понять всю коллизию, всю красоту коллизии, которая здесь происходит, я покажу два примера. Это там же, это тот же трактат, только через главу, в третьей главе. Это уже о справедливости. Я хочу обратить внимание, что всюду речь идет о ситуациях, где у суда нет хороших аргументов. Всюду суд находится в состоянии некоторой растерянности, как решено. Значит, третья мишна в третьей главе, она является некоторым предислоем. Один говорит, двоих, я у кого-то у вас украл сотню. Ну, мане, мина, но это сотня в своем языке. Мишне так обозначается сотня. Я у кого-то из вас украл сотню. Но не знаю, у кого из вас. Или папа кого-то из вас дал мне на хранение сотню. Я не помню, отец которого из вас. Дает сотню этому и сотню этому, потому что сам признался. Если кто-то думает, что это закон, то он ошибается. Это не закон. Это закон. Чем хороши мудрецы? Они четко различают, где мораль, где закон. Потому что этот закон приведен еще в одном месте. Другой трактат. Мишна Евамот, 15 глава, трактат Евамот. Он вообще-то посвящен семейному праву. Но там идет серия мишнает, одинаковая структура. Я не буду объяснять, почему это туда попадает. Но некто ограбил кого-то из пяти человек и не помнит, которого ограбил. Обратите внимание, насколько похожа ситуация. Или ограбил, или украл. Дело в том, что мишна не различает слово «гузель», а она там надо специфически смотреть. Украл у кого-то из пятерых, но не знает у кого. Каждый теперь говорит, это у меня украл. Раби Тарфон, один из мудрецов Мишны, говорит следующее. Кладет награбленное между ними, то есть эту сотню, и уходит. А как эти пятера собираются делить сотню, это их проблема. Вот пятер, говорят, он украл у меня сотню. Он говорит, у кого-то известно, что у кого-то одного из вас действительно был дел. Но кого дел было ночью? Не знаю. Значит, Раби Тарфон говорит. Кладет награбленное между ними и уходит. Он честно расплатился. А как вы будете делить не его дел? Раби Тарфон понятен. Кстати, это и есть закон. Раби Акива говорит, нет иного пути оградить его от преступления, кроме как выплатить за награбленному каждому из них. То есть пусть заплатят, ну если речь идет о сотне, каждому по сотне. Это как раз та самая коллизия в Бави Медсея. Там человек говорит, я у кого-то из вас украл, но не помню, у кого Мишна говорит, пусть отдаст каждому по сотне. Вот это Раби Акива. Вот здесь. Пусть каждому отдаст. На самом деле тонкость состоит в том, что то, что там, это не Раби Акива, но похожая ситуация. На самом деле то, что сказано в Мишне Бави Медсея, по законам небесным следует отдать каждому из них. Но это закон небесный. Религиозного отношения правильнее всего будет дать каждому. У кого-то из вас украл, каждый говорит у меня, он дает каждому из них. Но земной закон – это Раби Тарфон. Он должен сотню. Отобрать у него мы можем только сотню. По этому поводу платят сотню, а вы уж поделитесь сами. Я на самом деле, вот это довольно любопытный момент по поводу того, что, замечу, Мишне Бави Медсея не говорит, что это то, что она приводит в третьей главе, что это моральный закон, а не судебный. По суду заставить вора заплатить каждому из них только Раби Акива способны. Он единственный, кто считает так. Это частное мнение. Там не мнение Раби Акива. Раби Акива вообще говорит, что в качестве штрафа пусть заплатят каждому. Но там чисто моральный закон. Надо вернуть каждому. Не помню, кому, значит, мы сам верим. Но Раби Тарфон, вот здесь приведен конкретный закон. Но нас интересует на самом деле, я хочу привести все это дело к другой совершенно бешнике, а именно к следующей задней, которая имеет отношение не к морали, а уже к судьбе. Двое вручили одному на хранение. Один вручил сотню на хранение, а второй – две сотни. Когда пришло время возвращать, оба сказали две сотни моих. Теперь абсолютно невинный человек, обратите внимание, он не ворон, ничего. Он добропорядочный человек, который принял на хранение некоторые суммы денег. У одного стал, у другого – двести. Триста динариев он принял на хранение. Теперь двое явились и требуют отдать им каждые две сотни. По идее, перед нами та самая коллизия первой мишны, когда этот претендует на сто, а нет спора, что каждый претендует на сотню. Значит, да. Теперь перед нами триста динариев. Я рассказываю ситуацию. Перед нами триста динариев. Суд, тот, кому дали на хранение, он что, в суд пришел, говорит, вот триста, которые мне дали на хранение. Они не спорят, что триста было. Я ничего, кроме трехсот, не должен. Вопрос, как они их поделят, не мое дело. Кладет триста и уходит. Вот это ровно. Ровно то, что сказано в трактате Гевамон. Он кладет триста и уходит. Теперь вопрос, как мы делим между вот этими парочками. Значит, итак, двое держатся за кошелек, в котором триста динариев. Один говорит «двести мои», второй говорит «двести мои». Как вы делите? Логично абсолютно. То, что каждый из них согласен, что сто – мое, и второй говорит «сто – мое», это очевидно. По этому поводу спорная часть из трехсот – это сто. Потому что то, что каждый имеет право на сотню, он согласен, что этот имеет право на сотню, и этот, согласен, что он имеет право на сотню. Поэтому сотня как бы не является предметом спора. То есть двести из трехсот не являются предметом спора, их можно спокойно поделить. Вопрос, что делается с третьей сотней в этой истории. По идее, пусть этот поклянется, что его половина из оставшейся вот этой третьей сотни, и этот поклянется, что его половина, и поделит. Мудрецы говорят, нет, этому дают сотню, и этому дают сотню. Как я сказал, это бесспорная часть, которая не является предметом иска. Иск про третью сотню. А остальное тоже до прихода пророка Ильяху. До прихода пророка Ильяху – это до второго пришествия, по-русски говорят, в таких случаях. Это один и тот же термин. Конец книги пророка Малахи. Вот я посылаю вам пророка Ильяху перед приходом Дня Господня Великого и Страшного, и он вернет сердце, ну и так далее, сердце детям, отцам, в конец книги. Конец вообще книг пророков. Это чуть ли не последние слова книг пророка. Значит, пророк Ильяху – это, когда говорят до прихода Ильяху, до прихода Машеха. Я перевожу вам на другой язык, это то же самое. От биатга Машеха. Значит, только евреев принято говорить до прихода пророка Ильяху, но он перед приходом Машеха придет. Он как бы, как называется, привозлю, 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 притеча. О, я знаю это слово. Вот, он перед ним. Значит, а третий, так как мы решить не можем. Да, значит, пророк Ильяху приписано правило, и когда мы в Галахе, например, встречаем до прихода Ильяху, имеется в виду следующее, что пророк Ильяху придет, и как бы он решит все сомнения. Вот все спорные ситуации, как бы он пророк, он решит то, что где есть сомнения. Так как мы не знаем, чья сотня, то пусть придет пророк Ильяху и решит, чья сотня. Он должен решить все сомнения. Вот это важный момент. Чем занимается пророк Ильяху, когда придет? Он будет решать все сомнения. Вот по этому поводу эту третью сотню, говорят мудрецы, надо отложить до прихода пророка Илья. Обратите внимание, где коллизия начинается, где начинается проблема. В первой мишне говорят, пусть поклянутся. В этой мишне говорят, не, а мы третью часть вообще делить не будем. Мы ее отложим. И никому не дадим. Сказал рабе Йосе, так что же потеряет мошенник? Пусть все останется отложенным до прихода Илья. Вот так. Пусть все останется отложенным до прихода пророка Илья. То есть он вообще… Значит, логика рабе Йосе… Давайте я сразу скажу. Сейчас… Виктория сейчас… Двое вручили, обратите внимание, Виктория, двое дали одному на хранение. Один дал сотню, второй дал две сотни. И тому дали три сотни. Три сотни. Я отвечаю на вопрос просто потому, что где-то пропущено, что там было. Откуда взялись сотни? Один дал сто, второй дал двести. Это то, что говорит человек, которому вручили на хранение. Он не помнит, кто сколько дал. Он помнит, что один дал сто, второй дал двести. Он считает, что честные люди. Придут, скажут, я отдам. Вдруг перед ним проблема. А являются двое, каждый говорит, две сотни моих. Отдайте мне две моих сотни. Тот, кому дали на хранение, говорит, с чего вдруг? Я триста получил. Вот ваши триста, вот суд. Идите выясняйте, кого деньги. Я здесь вообще не сторона. И обращаю внимание, Мишлин считает, что тот, кому дали на хранение, он вообще не сторона конфликта. Он тут не причем. Он триста отдал. А судьи пусть у них болит голова. Они умные их учили. А я тут ни при чем. Вот триста и все. Суд как бы ему доверяет и его отпускает. Вопрос ровно про теперь. То, что сказал тот, кому дали на хранение, что один дал сотню, а второй дал две, суд принял во внимание. По этому поводу он считает, что каждый, по первому мнению, анонимному, которое не сказано, от чего имени, то есть мнение коллективное. Каждый из них говорит, судьи говорят, ну ладно, ты дал сто и ты дал сто. Вы говорите, что дали по 200, но вы согласны, что каждый из вас дал по сто. А вот про еще одну сотню мы сейчас обсудим. По этому поводу сто получайте, каждый по вашей сумме. А теперь третья сотня. Вот о ней мы и спорим. О ней вы спорите. По этому поводу судь друг говорит, а эту сотню мы оставим себе, и будет она лежать в банке на депозите, пока не придет пророк Ильяху. Вот придет пророк и скажет, чья? Раби Йосик говорит, нет, это нехорошо. Это неправильно. Мы вообще никому ничего не дадим. Мы все три сотни положим в банк на депозит, пока не придет пророк Ильяху. Пожалуйста, ну. Что? Правильно? Нет, ну я правда от души смеюсь, вот просто по-доброму до слез. Ну откуда четвертая сотня-то? Где четвертая сотня? Виктория, Виктория. Я ни разу не сказал про четвертую сотню. Откуда четвертая сотня взялась, когда тут только три их? Мейер, секунду, Виктория, я дико извиняюсь. Если можно, все вопросы в конце лекции, хорошо? Еще раз. Нет, нет, я вижу вопрос. Я не понимаю, Виктория, откуда взялась четвертая сотня? Ее нету. Ее никогда не было. Ну они требуют четвертую сотню. Они требуют не четвертую, они требуют третью. Упорно речь идет о третьей сотне. Один говорит моя, второй говорит моя. О четвертой сотне речи не идет. Суд не может вытащить из своего кармана, сказать, вот он не может обязать тому, кому они дали на хранение, что он должен им четыре. Он не должен им четыре. Он говорит, что мне вот один дал сто, второй дал двести. Теперь каждый говорит, что мне, а я дал ему двести, каждый из них говорит. То есть каждый претендует вот на эту третью сотню, каждый говорит, она моя. Нету четвертой сотни в этой истории. Откуда она взялась? Ее не было никогда. Вот теперь смеюсь до слез. Мудрецы говорят, вот эта спорная сотня, третья, уйдет в банк на депозит до прихода пророка Илья. Раби Йоси говорит, что же потеряет мошенник Ромай. Пусть все, все три сотни отправятся в банк на депозит, пока не придет пророк. Значит, это вот вопрос, который возникает в связи со всем изложенным, в связи со всем изложенным. Слушайте, у вас в первой самой нищине был инструмент. У вас же та самая коллизия, которая в первом. Только здесь выглядит так. Двое держатся за сотню, за третью ту самую сотню. Один говорит, она моя. Второй говорит, она моя. Пусть этот поклянется, что, по крайней мере, половина его. Этот поклянется, что, по крайней мере, половина его. И поделят. Кем вам решение первой нищины не подходит сюда? Оно же та же самая история, та же самая коллизия. Двое спорят про сотню. Каждый как бы держится за кошелек сотней, оставшейся третий. И говорит, она моя. Так пусть поклянутся и поделят. Вот теперь, вот здесь, это и есть коллизия гемара, собственно, талмуд. То есть гемара, то, что обсуждают потом. Приступает к обсуждению этой темы. Он, на самом деле, в Талмуде эта тема обсуждается еще в самой первой нищине. Она обсуждается не в третьей нищине, а в третьей главе, а в первой нищине первой главе. Значит, я просто покажу, как это нарисовано. Вот то, что выделено синим, естественно, синим выделил я. Или зеленым. Я уж не знаю, что это за цвет. У кого на экране каким цветом это отражено? Зеленый. Зеленый у вас получился? Что-то не важно. По-моему, это зависит от экрана. От качества экрана. Ты выбрал зеленый цвет? Послушай, но это не важно. Ты выбрал зеленый цвет. Если он зеленый, так он зеленый, нет? Я выбрал цвет не потому, что было написано, а там какие-то были картинки. Я выбрал тот цвет, который... Пусть другому, пускай будет зеленый, мабайя. Будет зеленый. Значит, там, когда обсуждается первая мишня, когда пусть каждый из них поклянется и получит, ну, либо половину, если они претендуют на весь, да, то первое замечание, которое делается, наша мишня первая, там, где пусть поклянется и поделят, каждый поклянется про половину, то это не Раби Йоси. Потому что Раби Йоси, я напоминаю, в нашей третьей мишня, потому что если это... Да и к Раби Йоси и Амра, то он сказал, что же потеряет обманщик. Он, Раби Йоси, говорит, что же потеряет обманщик. Обманщик, ясно, вот что говорит Раби Йоси в той мишне с точки зрения Гима. Ясно, что один из них обманывает. Надо бы его как-нибудь наказать. Как бы наказать обманщика? Пусть все будет лежать до прихода Ильяна. То есть все три сотни. То есть он не отдает сотню этому, сотню эти, а сотню мы сейчас обсудим. А говорит, все три сотни уходят до прихода Ильяна. Тогда, говорит, чье это мнение? Это мнение, тогда, наверное, там было мнение мудрецов первое, которое говорит, сотню этому сотню, этому одну сотню уберем. Элла Май, тогда что же у нас там, где поклянется каждая половина и получит свою половину? Ну, Рабона, что это мудрецы, анонимные, коллективные. Но мудрецы там, в третьей мишне, говорят, а все остальное будет лежать до прихода Ильяху. То есть, опять, в истории с плащом, который каждый клянется половиной, это не мнение мудрецов, потому что мудрецы как бы спорную часть откладывают до прихода Ильяна. А бесспорную часть – девять, соответствующие стремления. Здесь же весь Сталис спорный, а мудрецы говорят, пусть поклянутся и поделят. То есть, тогда это полностью противоречит тому, что сказано в третьей мишне, в третьей главе, потому что как бы это совершенно другое решение. Это два решения непохожих. То есть, у нас, наверное, чье-то третье мнение есть. Отвечают гемара, подождите, мы, они действуют, вот, ну, я читаю, я читаю, объясняю вот здесь вот, ну, может, я не буду просто дословно читать и переводить. Мудрецы говорят, что, мудрецы считают, что так как одна из них, сотня, несомненно, принадлежит каждому из них в той истории, в третьей главе, каждому из них, то они про эти сотни, про две первые сотни не говорят, чтобы это лежало до прихода Ильи Ярова. А бесспорную часть готовы раздать. А здесь у нас как бы другая ситуация. Здесь они спорят обо всем, и они не могут поделить. Илья Ярова. Опять-таки. На самом деле гемара продолжает и говорит следующее. «Очевидно совершенно, что Раби Йоси согласен с нашей Мишиной. Дело в том, что наша первая Мишна в первой главе, у нее, в ней нет одной важной вещи. Разница вот какая. Раби Йоси считает, что в третьей главе один из них заведомо обманщик, заведомо мошенник. По этому поводу его надо наказать, обманщик. В нашей же истории с плащом нет обманщика. Каждый из пришедших уверен, что весь плащ его. По какой причине? Например, они его нашли. И теперь пытаются поделить. Дело в том, что когда человек приходит в суд и голословно говорит, что вещь его, он должен сказать одну очень важную вещь. Он всегда должен объяснить, откуда эта вещь у него взялась. Вот это правило некоторое Талмуда, которое вообще-то Талмуд всегда исходит из того, что называется презумпция владения. Означает следующее, что если у человека владеет какой-то вещью, то эта вещь его. Ему не нужно доказывать, что она его. Он ею владеет. Вот представьте себе, что пришел к вам человек и говорит, что этот телевизор мой. Как это твой? Он мой. Значит, в суде история будет выглядеть так. Так как телевизор находится у вас, то суд будет исходить при отсутствии дополнительных доказательств, что телевизор ваш. Это правило презумпции владения. Тот, у кого находится вещь, тот ее хозяин, тот ее владеет. Это просто правило. По этому поводу кто-то, кто явился и говорит, это мое, он должен доказывать, что это его. По этому поводу единственное требование, которое предъявляется человеку, который держит вещь и говорит мое, это он должен сказать, откуда это у него. Почему он утверждает, что его. Это купил, получил по наследству. Нашел. Он должен только одно сказать. Откуда эта вещь у тебя? В тот момент, когда он это сказал, мы дальше будем обсуждать. То же самое. Двое является сплощом. Каждый говорит моя, этот говорит моя. Они оба сказали, почему каждый из них считает моя. Например, мы ее нашли, я ее поднял первой. Один говорит, второй говорит, я ее поднял первой. Они оба честные люди. По этому поводу есть основания поделить. И вообще-то поделить ее надо было бы без клятвы. Какая клятва? О чем клятва? Брать внимание. Если бы мы считали, что они не убеждены, что один из них обманщик, то мы бы требовали клятву о полном плаще. А обратим внимание, Мишна вдруг говорит, пусть каждый поклянется о половине плаща, не о целом. Потому что если каждый клянется о целом плаще, а после этого суд говорит, давайте делить, то я не понял, они оба дали ложную клятву? По решению суда каждый получает половину, но каждый из них поклялся, что весь его. Они что, дали ложную клятву? Нет, мы не хотим. Ясно, что мы хотим, что хочет суд. Вот это клятва, это клятва постановления мудрецов. Это вышел голос сказать. Зачем? Страх выглядит следующим образом. Вот здесь начинается то, ради чего, к чему я все это время веду. Зачем установлена клятва? Из-за обманщика. Иначе идет человек по улице, на нем висит плащ. Вдруг кто-то вцепляется и говорит, мое. Они являются в суд. Суд что-нибудь говорит, поделитесь, поделите. Тот хозяин говорит, ну как это, поделите, он мой. Второй кричит. По этому поводу, для того, чтобы мошенники таким образом не действовали, установлена вот эта клятва. Дать ложную клятву в суде, по крайней мере, большинство народу считают это очень серьезным преступлением. И ложную клятву давать не любят люди. По этому поводу, вот эта клятва постановлена, обратите внимание, не для данного случая, не для того, чтобы решить данный случай. Вот почему я все это рассказываю. А для того, чтобы установить некий порядок в обществе. У суда проблема. Он вообще-то не знает, как решать ситуацию. У него нет доказательств ни в одну сторону. Ясно, что в случае с найденным плащом его надо делить. На всякий случай, для порядка в обществе, а не для данного дела, есть постановление о клятве. Оно ровно для того, чтобы в суд не являлось всякое разное с такого рода безобразными исками. Когда человек цепляется в плащ, потому что если суд просто молча делит, то тогда хватит на свете мошенников, которые будут тащить первого попавшегося человека в суд и решать, что это их. Половину-то все равно он получит. А так, если надо еще и поклясться, он еще трижды подумал. И скорее всего не сделает. Потому что клятва это слишком серьезно. По этому поводу мудрецы как раз в той ситуации с ними все есть. А вот в ситуации, когда делятся вот эти деньги, обрученные на хранение, там все сложнее. Мудрецы, так же как раби Йоси, понимают, что один из них обманщик. Обратите внимание, в истории с плащом нет подозрений, что один из них обманщик, потому что мы, как бы потребовав клятву, оградили себя от просто обманщика. В истории с врученными на хранение деньгами мы твердо знаем, что один из них обманщик. И весь вопрос, он, как это ни странно, касается опять ни данного конкретного дела. Потому что для данного конкретного дела можно было бы решить делем пополам. Но как бы ясно, что тот, кто обманывает, он на этом выиграл. И очень не хочется поощрять людей к такому обману. А мудрецы, у них очень трезвое отношение к людям. И правило у мудрецов очень простое, что человек не совершает преступления, если ему от того нет выгоды. По этому поводу мудрецы говорят простую вещь. Если обманщик будет знать, что он не получит ничего от этой лишней сотни, то он не будет на нее претендовать. По этому поводу они принимают явно несправедливое решение. Кстати, что обратите внимание, в третьей главе решение о том, что третья сотня будет лежать до прихода Ильяга, поэтому она несправедливая. По причине того, что тот, кто ее дал на хранение, он просто претерпел ущерб сотни. Как бы в рамках экономических теорий XX века он бы с большим удовольствием получил 50, чем потерял 100. То есть, так как 50 – это больше, чем ничего, то в рамках экономических теорий XX века, 19 тоже, так как 50 – это больше, чем ничего, он должен согласиться поделить. потому что как бы решение, никто ничего не получит для того, кто дал на хранение 200, оно очень неприятно. Он потерял, ну хоть поделите бы сказал, он потерял всю сотню. Но, но, мудрецы считают, что то, что обманщик получит 50, наносит куда больший вред, чем тот факт, что честный человек не получит 100. потому что для них важнее оградить общество не частного данного человека в данном процессе, а оградить общество от таких исков. чтобы такого безобразия просто не происходило, с такими исками никто не обращался, потому что все будут знать, что обманщик ничего не получит. Он не получит выгоды, нет смысла врать. По этому поводу логика мудрецов, она безукоризна. Там, где есть подозрения на мошенничество, мошенник не должен получить ничего. Мошенничество должно быть невыгодно. Не приносить выгоды, точнее. Это мнение мудрецов. Вот мнение Раби Йоси куда более катастрофическое. Он говорит следующее, что мошенника надо наказать. Для того, чтобы им неповадно было, их надо наказывать. Он должен понимать, что если он будет претендовать на 200, то он ничего не получит. Он не получит и свои сотни даже. По этому поводу для общества полезней вообще никому денег не дать. «Ты пришел с надеждой получить больше, чем тебе положено, в результате ты даже своего не получишь». Не то, что не заработаешь, ты на этом потеряешь. Вот что говорит Раби Йоси. Мнение интересное, мнение замечательное. Тем не менее, закон установлен не по Раби Йоси. Здесь действительно довольно интересный философский вопрос о природе мошенников. Мудрецы все-таки считают, что достаточно человеку знать, что он ничего не приобретет, чтобы он не пошел мошенничать. Раби Йоси куда более мрачно смотрит. Так как он знает, что он ничего мошенник, знает, что он ничего не потеряет. Поэтому поводу он может начать мошенничать. Поэтому надо сделать так, чтобы он знал, что он потеряет. И опять, вот это то, чего говорит Гемар, что идея ровно в одном месте. Что она выясняет Гемара? Она выясняет следующее, что в первой мишне, там, где мы условили клятву и делим, там у нас нет подозрений над тем, что кто-то мошенник. Кстати, это может быть и продажа. Например, двое купили, продавец не знает, кто первый. И у нас нет документов, подтверждающих, кто первый совершил покупку. Возможный вариант. Если мы можем доказать, кто первый, то сделка в его пользу совершила. Вот Гемара на самом деле, говорит Сергеевич, Рабий Йоси только волнует ситуацию с мошенником. И мудрецов там, куда важнее, почему мудрецы в истории с тремя сотнями не постановили так же, как здесь. Потому что они тоже понимают, что есть мошенник. И то, что кто-то пытается получить мошенническое, он не должен получить нисколько. И это ради пользы общества. А вот Рабий Йоси говорит, что вот просто, что он ничего не выиграет, это маловато. Надо его наказать. По этому поводу несправедливость в частном деле обернется большой справедливостью для общества, утверждает Рабий Йоси. Йоси. Вот этот выбор. Да, Галаха, естественно, установлены как мудрецы. То есть, этому сотню, этому сотню. А сотню никому, чтобы мошенник ничего, потому что им показалось все-таки это штрафные санкции. Никто ничего не получит, явный перебор. Но просто потому, что честный человек слишком много потеряет в этой истории. Тем не менее, вот как раз, вот теперь, на вопрос, чем занимается Гемара. Половина обсуждений Гемары посвящено попыткой разобраться, почему в Мишне, в разных обстоятельствах, похожих чем-то, даны разные решения. Вот это уточнение вопроса, обратите внимание, что происходит теперь для судьи, который учит. У него две Мишны, которые явно противоречат друг другу. В этой главе и в третьей главе. В третьей главе, внимание, нет клятв и не делят спорную часть. В этой главе спорную часть делят, а клятва есть. Теперь, судья на будущее в результате изучения Гемары понимает одну важную вещь. Что в случае, когда есть мошенник, когда есть опасение мошенничества, то мы должны принимать решение, принимать решение по решению третьей главы. А в случае, когда мы считаем, что оба честные люди, мы принимаем решение по первой главе. Вот что получил от этого человек в результате изучения Гемары. Получил он некоторое еще одно важное представление о том, что такое польза общества. Почему? Вот ясно, что решение в частном случае, когда делят эти несчастные три сотни, оно несправедливое. Суд говорит, что у меня нет инструмента, чтобы решить как правильно. Мы не можем определить, чьи это деньги. У нас нет инструмента. По этому поводу нам осталось только решить. Поделить. Поделить. У нас три опции. Поделить. Никому не дать. И можно еще наказать, рабе Йоси говорит. Теоретически можно потребовать клятву. Но, но, коли они сюда явились уже. Вот на самом деле, что удивительно, мудрецы не устанавливают клятву здесь. И здесь есть причина. Я могу даже сказать, почему причина. Один из них – обманщик. Клятву с обманщиков не берут. С мошенников клятвы не берут. Если человека подозревают в том, что он мошенник, основатель, есть основание, то клятвы с него не берут. Клятва, знаете ли, для честных людей дана. Существует. Нет, человек может запутаться, может пытаться схитрить. В этом случае есть клятва. Но при этом предполагается, что он вообще-то честный человек. Но в данном случае он хочет схитрить, он хочет отложить. Там есть обстоятельства какие-то. Но в данном случае один из них же точно мошенник. Клятву брать, когда я подозреваю, что кто-то принесет заведомо ложную клятву, суд никогда этого не хочет. Суд не любит ситуации, когда кто-то приносит ложную клятву. Кстати, по этой причине в первом сне каждый клянется о половине плаща, хотя каждый претендует на целый. Но почему половина? Потому что потом у вас будет решение суда, которое противоречит их клятве. Это как? То есть получится, что каждый дал ложную клятву. Мы этого не хотим. Поэтому мы с самого начала собирались поделить. Я понимаю, что соображение, то, что я рассказал, это куда сложнее, чем то, что в прошлый раз. Там была куда более ясная ситуация. Здесь надо привлекать довольно много соображений. Но вот эти соображения польза общества против частного решения, оно, как мы видим, для мудрецов существенно. И справедливость общественных отношений для них оказывается важнее, чем справедливость частного решения. Потому что мнение Раби Йоси о том, что никому ничего не давать, это ну очень. А все-таки Раби Йоси далеко не последний человек. Более того, я открою тайну. Вообще, есть правило, что Раби Йоси не муко ему. Что если Раби Йоси что-то говорит аргументированно, то, в общем, Галаха регулярно именно по его мнению. Он очень авторитетный человек. И он не боится полной несправедливости в частном суде деле о 300 динарах. Он не боится абсолютно несправедливого решения, считая, что общественной пользы это принесет несравненно больше. И это мнение оказывается настолько важным, что Раби Йоси помещает его в Мишну. Он считает, что это мнение существенно, и что судьи должны знать эту опцию, хотя бы для общего образования. Что эту опцию они должны знать. Да, они знают, что общее мнение с этому 100, этому 100, 100 не делим, а откладываем до прихода Ильяху. Но Раби Йоси счел это мнение настолько важным, что включил его в Мишну, чтобы судьи знали, что эта опция обсуждается, и она существенна. И понятно, как раз то, что Раби Йоси предъявляет аргумент, каким он руководствует, понятно, что это мнение важно для общественных порядков. Вот это то, чего мы читаем из Гемара, это третий лист трактата Багунация. Окей, вопросы есть? Сейчас, подожди секундочку, я включу народу микрофон. Подожди секундочку. Да, пожалуйста, можно открыть микрофон и задавать вопросы. А, нет, подожди, подожди, я не сделал этого, подожди, слегка, слегка, слегка. Да, вот сейчас нормально, сейчас можно открыть. Да. Да, если кто-то хочет, пожалуйста, вот Эмиль, по-моему, открыл. Да, окей. Да, я вот хочу спросить такую вещь, значит, в отношении, по крайней мере, я начну со второго случая. Допустим, два конкурента, ну, или могут быть конкурентами в каком-то отношении. Вот, значит, тот, значит, мошенник, который претендует на 200, несмотря на то, что он дал 100 на хранение, фактически наносит ущерб другому, тем, что он тут не получится, по крайней мере, сейчас. Значит, до Ильяву это очень далеко. А торговлей надо заниматься сейчас. Значит, если надо вкладывать какие-то деньги или купить акции на рынке или еще что-то такое, вот, то он таким образом выигрывает все равно, понимаете, этот мошенник. Безусловно, я как раз, ну, как раз вы пытаетесь убедить меня в том, что про Биосе. Не забываем про не самые редкие ситуации, которые называются вандалины. Когда человек, просто чтобы сделать гадость ближнему и дальнему, уничтожает чужую вещь. В данном случае, так как я ничего не потеряю, а гадость ближнему сделаю, уже удовольствие. Хорошо, я понял, да. Я согласен. Перекрыть все это вы не можете. Потому что вот стандарт современного бизнеса. Представьте себе, что я мультимиллионер, а тут кто-то с мелкими деньгами на место моего бизнеса приедет. Так я готов потерять 200, чтобы он лишился 100, только для меня это 200 на булавке. А для него это конец бизнеса. Мы же видим регулярные ситуации в современном бизнесе, когда крупные акулы просто затевают дорогостоящий процесс, чтобы вытеснить мелких конкурентов. Мелкий конкурент не сможет. Устоять против дорогостоящего процесса, который крупный акула может вести бесконечно абсолютно. Ну, понятно. Да, вы не перекройте все эти опции, потому что всегда... Понятно, я согласен. По крайней мере, здесь есть положительная вещь, что тот, кто... Значит, Мишна учит быть осторожным, по крайней мере, того, кто дает, значит, вот, он должен это или записать, или подписать, потребовать расписку. Да, безусловно. Есть, она учит осторожность, да. Да, безусловно. Понятно. А с другой стороны, в первом случае, тут тоже, как бы, ну, чисто умозрительный такой момент, хотя тут, конечно, все понятно. Но, чтобы, например, установить, что двое как-то схватились за Толит одновременно и его претендовали, это очень редкий случай, да, но кто-то первым увидел или указал. И здесь опять получается клятва. Здесь уже моральная проблема, что кто-то должен поклясться, что, значит, половина его, понимаете, потому что он держится за Толит. Он просто рад. Да, то есть, тут тоже есть нюанс. Есть такой нюанс, потому что вот непривычному человеку учить Толмуд несколько сложно по одной очень смешной причине. Как все юристы, Толмуд для обучения пользуется регулярно пограничные случаи изучая. Потому что именно на пограничных случаях это вырабатывается юридическое мышление. Это просто, ну, вот стиль обучения юристов. Как вы можете посмотреть, в университетах тоже регулярно пограничные случаи разбирают. Вот исключение, которое подтверждает правило. Вот это вот Толмуде, это, значит, регулярно очень искусственные случаи рассматриваются именно для того, чтобы продемонстрировать, как применяют правила. Где в пограничном случае, как применяются правила. Поэтому в Толмуде регулярно рассматриваются крайне редкие ситуации. Но это просто именно для того, чтобы продемонстрировать, как применить правила, в каком случае ты примешь это решение, в каком это. Поэтому не удивляйтесь большому количеству пограничных случаев, редких пограничных случаев. Это чисто юридическое такое стиль мышления и обучение юристов. Понятно. Ну и, в общем-то, сам как бы конкретный какое-то применение этих вещей, оно тоже подразумевает какие-то возможные варианты и нюансы? Я не привел еще два варианта, просто потому что это, на самом деле, учтите это введение в тему, потому что есть еще два варианта решения суда о спорном имуществе без доказательств. Одно называется «Коль де Аленгвард, подеритесь, кто победит, того и будет». Есть ситуация, когда суд говорит, мы устраняемся, а сами вы делаете все, что хотите. Вот ваша вещь, преднимание, вещь не у суда, суд говорит, мы вообще не прикасаемся к этой вещи. Вы сами решите, говорит, как мы решим, как хотите, можете подраться. Нам сразу, мы вообще устраняемся от этого дела. Этот случай я могу вам привести, но длинно. Это делят корабль, делят лодку. Там просто решение «Коль де Аленгвард, кто сильнее, тот и победит». С аргумента приблизительно тот, кто законно владеет, он настырней, и бороться будет больше. Но там просто суд может устраниться вообще. Я не буду сейчас рассказывать, есть критерии, при которых суд должен заявить «Коль де Аленгвард, суд устраняет, кто сильнее, тот и победит». Мы ушли. Мы вообще к этой вещи не прикасаемся, суд отказывается принимать дело к рассмотрению. Говорит, подождите, а вещь, тут ваши проблемы. Я не буду сейчас приводить критерии, при которых ситуация будет. И есть третий вариант, когда суд может отдать вещь тому, кто ему больше понравится. Но опять есть критерии, в которых применяются два других решения. Я не буду сейчас приводить эти критерии. Есть критерии, в некоторых случаях суд может просто говорить на усмотрение суда. Просто вот сами решаем, мы решим, кто больше нравится, тому и дадим. Я не буду сейчас приводить эти ситуации. Есть критерии, при которых применяется другое правило. Я просто привел два вот таких. Вот они попроще просто, чем те. Мир, извините, пожалуйста. А все-таки, возвращаясь к вопросу о первом случае, поплачь, мне, честно говоря, непонятно, почему там идет речь про три четверти и четверть. Ведь исходит из того, что оба честные, правильно? Да. Тогда непонятно, почему один из них включает три четверти и одну четверть. С того непонятно. Какой критерий, кого именно из них будет три четверти? Поймите простую вещь. Один суд в данном случае подходит. Дело в том, что вот эта вот дележка, она есть задача в Талмуде, а дележе наследство. Не буду сейчас рассказывать. Там хитрая история. Там, грубо говоря, на некоторую сумму наследства являются три человека. Вот представьте себе, что кто-то умер и оставил трех должников. У всех есть контракты равной силы, равного времени. Один на 300, второй на 200, третий на 100. А умерший оставил только 500. А сумма долгов 600. Вопрос, как это делить? 300, 200 и 100. Она решается по вот этому правилу. Значит, как бы мы должны сказать следующее. На первый взгляд. Как бы по 100 причитается всем наследство. По этому поводу, тот, кому должны 100, должен получить 100. Все получают по 100. Это не спорим. Остается спорных 200. Окей? Ну, 500 всего было. Каждый получил по 100. Спорных остается 200. Один, значит, тот, который должны были 300, претендует на все 200, а второй, который претендует на 200, он 100-то уже получил, он претендует на 100. Значит, один говорит, все мое, второй говорит, половина мое. Вот вам стиль дележки теперь. Я хочу заметить, я не буду сейчас ходить, потому что это одна из любимых полигонов. Мишна предлагает другое решение абсолютно. Я не буду сейчас его туда входить, потому что количество публикаций на тему того, как правильно поделить, дело в том, что Мишна приводит, как надо поделить. И с этого момента число журналов, куда пишут математики по вопросам Талмуда статьи, число статей о правильной этой дележке зашкаливает. Я их читал, ну, последнее, что я на эту тему читал, писал лауреат Нобелевской премии по экономике. Как он считает правильно делить с учетом всех этих правил. И это очень смешно, он специалист по теории игр, по этому поводу читать его некоторое удовольствие. Но вот статья лауреата Нобелевской премии о том, как делить именно вот эту вот фигуру, что бесспорную часть делим, а спорную клянемся и делим, причем пропорционная как-то очень хитро. Читать эту статью, кстати, я не согласен с его выводами абсолютно. Хоть он и лауреат Нобелевской премии по экономике и математик, специалист в области теории игр. Я с некоторым удовольствием читал эту статью, и, кстати, количество математиков, с которыми я обсуждал эту статью, всем нам она очень нравится, эта статья, но споры там серьезные. Да, но вот это как раз та самая история, потому что это как бы общее правило дележки сомнительного имущества. Бесспорная, если есть часть, которую мы можем выделить, а которой нет спора, то мы как бы ее и делим напрямую. В чем проблема? Хорошо, а тогда вопрос возникает, Мир, а практический вопрос, да, пришли туда действительно два спорщика, да, практически с плащом. Суд практически кому, скажем так, выделяет три четверти? Где критерий? Критерий один, ну как бы, это с плащом история, но ежели речь идет, например, о деньгах в кошельке, то я могу представить себе ситуацию, где один говорит, все мое, один говорит, половина мое. Окей, не без оснований. Другой разговор, что дальше начинается, эта история, значит, есть, есть, если я сейчас, я с некоторым удовольствием просто это надо обращаться не к Талмуду уже, а к комментаторам, например, почитать, что пишет на эту тему рамбом. Рамбом как раз о вот такой дележке, когда вот эта спорная дележка денег, именно деньгах, проще просто сразу перейти на деньги, понимаете. Например, вы представьте себе, что двое пришли в плащом, один говорит, все мое, второй говорит, половина моя. Тот, кто говорит все, он там, например, претендует на вышивку, на вышитую часть, а второй на простую часть, там такие варианты. Поэтому с деньгами проще говорить про деньги. Вот, но почитать этого рамбом и некоторые удовольствия, потому что рамбом, например, именно в этой истории о справедливой дележке отступает от общего правила и никогда не приводит несколько мнений, и приводит несколько мнений. Вообще-то у рамбова правил, он всегда приводит одно мнение, именно свое, и чужих мнений не приводит. Но во всех случаях, когда он вдруг отступает от такого правила, их там несколько десятков всего, два десятка, три, я не помню, их немного на вот такой вот сборник, знаете ли, два десятка отступлений, так в этом мнении он приводит, по-моему, три мнения или четыре мнения даже. То есть это одно из самых таких завлекательных тем, вот это о справедливой дележке неполной суммы. Это безумно интересно, потому что это увлекает всех. И я не знаю ни одного просвещенного раввина, который интересуется финансовым правом, который эту задачу не пытался решать как-то и понять, как справедливо решать. То есть именно тема дележки, те, кто интересуется теоретическим правом, тема справедливой дележки, справедливого раздела, она, вы не представляете, с каким удовольствием мы это обсуждаем регулярно. Это просто одно из таких очень любимых тем. Уважаемый мэр, я хотел спросить, а если уж говорить об общественном благе, допустим, у человека побудительный мотив не жадность, а вредность. То есть, например, я знаю, что этому человеку нужно две сотни для того, чтобы срочно что-то купить, а я очень не хочу, чтобы он это купил. Тогда, получается, мне достаточно встрять в эту историю, и тот человек не получит. Очень хочется ответить вам классическим высказыванием «Коль баэгэ луэшу вун». Всего не предусмотришь, на все не ответишь. Да, но фокус в том, что когда судья знает, что один из них обманщик, то там начинаются некоторые проблемы, которые выглядят следующим образом. Представьте себе, что судья начинает требовать клятвы со сторон, но при этом вдруг произносит буквально следующее. Так как вы, у вас очень плохая репутация, сэр, то вы не можете принести клятву в моем суде. Я не позволяю ненадежным людям совершать грех приснесения ложной клятвы. Вы подозрительны, ваша клятва подозрительна. По этому поводу действует правило, которое называется опрокидывание клятвы. Я передаю право на клятву второй стороне. То есть, должен-то поклясться вы, но я вам не доверяю, поэтому я прошу истца поклясться вместо вас. Вы должны поклясться то, что вы ничего не должны, но, увы, вы стой ненадежный человек, что я прошу истца поклясться, что он вам должен. Просто потому, что я вам не доверяю. Есть такая ситуация, но если я знаю, что человек не достает доверия, то я могу просто через клятву все это дело провести, И есть специфические формы клятвы, я не буду входить в законы клятв в судебных, это длинно, потому что есть возможность в суда назначить клятву там, где ее нету на самом деле. И ровно избавиться от этой ситуации, там, где он видит возможность такую. Но это обычно на усмотрение суда такие номера проходятся. Я просто говорю, я прошу с вас клятву, но вам я у себя в суде поклясться не позволю. Окей. Очень маленькие, две копейки, я хотел сказать, ты перевел талит как плащ, правильно? Мне всегда казалось, что талит, это имеется в виду талит-талит, нет? Талит-талит, только вспомни Булгакова в белом плаще с кровавым подбоем, да? Что, по-твоему, на нем было надето? С кровавым подбоем, что-то я не понял. А, это одеяние первосвященника, что ли, я не знаю. Нет. Псадник Понти Пилат вошел в белом плаще с кровавым подбоем, но Булгакова читал. Булгакова читал, а Азоханвей тоже читал. Так вот, он вошел в талисе с красной полосой снизу. В белом талисе с красной полосой. Окей. Так вот, это и есть талис. Римский плащ, когда ты читаешь Римский плащ, то это и есть талис. Это одно и то же. Я не говорю. Если ты читаешь Войнский плащ, то это отдельная тема. Это из очень плотной материи, может быть, с капюшоном даже. Но если ты, говоришь, просто плащ читаешь у римлян, в римских, в античной литературе, кто-то в плаще, то это талис. Это просто талис. Только без кисточек, да? Ну, без кисточек, потому что евреи единственные, кого требуют кисточки на эту плаще. Но талис – это общая одежда для всего Средиземноморья. Ну, вообще, надо сказать, я не помню. Посмотрите греческие рисунки, там эти плащи регулярно на людях. А там еще собака была огромная. Сейчас, секунду, до собаки, если можно. Вот эта вот тема про боя дерутся за Тали, насколько ты помнишь, это была, талмутическая тема была центральной при обсуждении всех разборок с палестинцами. Вот это во время, которое предшествовало Ослому, да? Не к столу будет сказано. Вот эта идея, я помню, ее все время повторяли. Это то, что говорили, это как бы был один из главных аргументов права. Я помню, Биби это говорил вообще, как бы поселили право в лагере. Потому что двое держатся за Талит. Вот это вот, мне просто это как бы запомнилось с тех времен. Все время повторялась эта фраза. Шнайма хазим беталит. Да, но эта фраза стандартная. Шнайма хазим беталит – это стандартная фраза. Ни у кого нет хороших аргументов, чтобы забрать все. Ну да, что нет. Да, двое перетягивают вещи. И каждый говорит, все мое. И у них нет хороших аргументов в свою пользу. Это то, что вошло в фольклор, я думаю. Извини. Ладно, помолчим лучше. Я не люблю о таких вещах говорить. Потому что, да. Там, где политика, да. Ну хорошо. Соба Балайгамры. Я кому-то не дал высказаться. Кто-то что-то еще хотел сказать? Да нет, я как всегда с глупостями. Но у Булгакова была собака. Огромная собака, которую успокаивал прокуратуры. Которую знал о том. У него была огромная собака. Да, Понго. Я собак не обсуждаю. А меня волнует вообще роль собак. Я не могу вам рассказать о собаках в Талмуде. Только вы учтите, что собака как домашнее животное. Надо сказать, что собака, которая в помещение входит с прокуратором в наших краях, воспринимается приблизительно как человек в те времена, тем более. Воспринимается приблизительно как человек, который с ослом входит в помещение. А у мусульман вообще как осквернение. Грязное же животное. Нет, нет, нет. Это классический восток. Но обратите внимание, ведь в деревнях тоже собак в дом не пускают. Собаке место на улице. В русских деревнях. Это только у бар собаки были в помещениях. У крестьян никогда. По этому поводу появления этой собаки в помещении рядом с прокуратором – это, в общем, вызов такое тяжелое обществу. Окей. Ну, хорошо. Мы можем этом закончить, отпустить лектора. Правильно? Окей. Мейер согласен. Тогда всем шаббат-шалом. Спасибо. Шаббат-шалом. В следующий раз у вас по-будому. О, какие люди. Окей. Ирина, все остальные. Гриша, всем счастливо. Шаббат-шалом. Всем счастливо. Шаббат-шалом. Спасибо большое. До свидания. Шаббат-шалом. Шаббат-шалом. Шаббат.